Но только ведомственного вуза выпустился оттуда с 25 лет. В 35 лет я уже могу спокойно выйти на пенсию. Написать рапорт и выйти на пенсию. И там уже я буду, если работать в гражданской какой-нибудь сфере, я буду получать пенсию и заработную плату там, где будут проходить. Следующий момент, да, по вакансии. У нас есть, ну это самое большое учреждение Федеральной службы исполнения наказаний. В Ачинском районе полностью в следственном изоляторе номер 3. У нас есть должности как младших инспекторов, так и офицерские должности. Младшие инспекторы. Условно службу в следственном изоляторе можно разделить на две части. Это охрана и режим. Охрана отвечает за то, чтобы не допустить совершения побегов под подозреваемыми огнями насужденными, которые находятся в учреждении. Режим это поддержание внутреннего порядка учреждений. Это младший инспектор на посту у камер, организация воспитательной работы, вывод, завод, этапы и так далее. То есть вот. Средняя заработная плата, мы тут уже все озвучили, что можно было озвучить, она варьируется точно таким же образом. Условия приема к мужчинам и девушкам точно такие же. То есть для мужчин это обязательность убывания, для девушек это их желание работать в системе. А можно у вас на критерии присутствовать для обучения? 35, 45, то есть 10? Да, 40 лет учительно. То есть все распокойно можно прийти. У нас вот далеко не нужно ходить. Вот сейчас нам устроился сотрудник, имеющий средне-специальное образование. Ему 36 лет. 36 лет, вот он сейчас устроился, понял, что, можно сказать, молодежным языком ловить здесь нечего в Ахвачинске. Устроился, работает. Вот сейчас я его отправляю на первоначальную подготовку. В течение месяца он будет проходить в городе Красноярске. И уже с первоначальными навыками, получившись, там приходят к нам учреждения. И понимаете, в чем плюс этой первоначальной подготовки? Тебя сразу не ставят на пост, не дают тебе книжку, вот, работай, посмотришь там, посмотришь здесь и будешь работать. А вас сначала отправляют в учебный центр на месяц. С вами там комплексно работают преподаватели, рассказывают, лекционные материалы проводят, проводят практические занятия, проводят с вами также огневую подготовку. То есть закладывают в вас первоначальные навыки для этого именно. А уже в учреждениях, в частности, этим заниматься буду я, по крайней мере на сегодняшний день, будет уже развитие и так далее самих приказов, такой же огневой подготовки, физической подготовки. По текучке кадров у нас тоже уже и обозначили этот момент. Такой большой текучки кадров у нас нету. У нас штат в учреждении 210 человек. Из них сейчас 204 укомплектовано. То есть, ну и сотрудники, некоторые, кто уходит на пенсию, у нас большой участок промежуток подошел тем, кому пенсия подошла, так как у нас срок небольшой. Уходят и эти должности освобождаются. То есть при желании набирайте в интернете СИЗО-3, номер отдела кадров, звоните, с вами все предметно побеседуют, расскажут, покажут. Если нужно, заведут учреждения, покажут, заведут по постам, покажут, как работают караули на вышке, как работают разбродящие и так далее. Ну это уже более предметно.